Кот сел на задержанного преступника. Полиция теперь не может увезти его в участок, потому что ни один человек, у которого бьется сердце внутри, не прогонит котеечку. Кстати говоря, коты садятся людям на больные места, значит боль от провалившегося плана преступления у людей в спине. Это больше не твои джинсы, тем более котики смогут позаботиться о них намного лучше, им не грозит однажды весной в них не влезть. А у этого мужчины, видимо, больная голова, раз там сидит кот. Нужно съездить провериться у невролога, ну и на всякий случай у психиатра. Ты можешь быть бесконечно грозным и безбашенным бойцовским псом, но какой в этом толк, если к тебе привезли концентрированное демоническое зло? А тут без священника делать нечего. Семечко кота посадили в горшок и ждут, пока взойдет котейка. Главное не забыть полить молоком вечером. Всем привет! Это канал Свой в доску. Наконец-то у нас подборка сплошных котов, на которых можно любоваться бесконечно. Идешь такой на работу, зимой, жить свою взрослую трудную жизнь и вспоминаешь, как в детстве в это время шел к санкам, чтобы тебя повезли в детский сад играть с другими котятками. Может, эти ламы оказались более опасными существами, чем коты? Что вряд ли, конечно. А может, просто кот учит их, как поработить людей, чтобы они больше не забирали у лам шерсть и уважали их, как положено? Кот понимает, для кого на самом деле люди сделали эту скульптуру, как и все остальное, что они делают в своей жизни. Друзья, переходите в группу и присылайте свои фото по ссылке в описании. И мы покажем их в своих роликах. Хозяева похожи на своих питомцев. Только интересно, кто именно на кого стал похож. Кот решил, что хочет засыпать как человек, или человек понял, что ему не хватает в жизни кошачьих привычек? Кофейный столик спроектирован с нишей для домашнего растения. Но ведь ничто не растет дома быстрее, чем кот, получается, он лучше всего подходит на роль растения. Люди не могли понять, почему их растение стало расплющенным со временем. Но в итоге нашли ответ. Пожалуй, надо реже пускать кота сидеть на мне, пока я тоже не расплющился. Падение кота с высоты чревато поломкой города. Тяжесть котов понятна уже хотя бы по громкости их ночной беготни. Думаешь, я больше не смогу сесть в эту кружку? А что ты на это скажешь? Будешь спорить, что я не сижу? Или что я не в кружке? Кошачья генетика во всей красе. Кто-то оживил котов из какого-то мультфильма. Очень вкусно, спасибо. Подойдите-ка поближе, я расцарапаю вам лицо за то, что не предупредили. Когда приходишь с работы уставший и хочешь побыть в одиночестве, а домочадцы соскучились и жаждут обнимашек. Момент, когда ты решил уволиться с должности ловца мышей. Точнее, ловить-то у него получается отлично, но мыши, видимо, совсем привыкли и перестали его бояться. Теперь у Бэтмена есть противник, какого еще не бывало. Как Джокер. Только милый и добрый, и которого только гладить хочется, но никак не бить. Если хотите сфотографировать котика, будьте готовы, что у него свое понимание улыбки. Случайный кот-ренессанс номер два. Спасатель ваших уставших после работы душ. Мистер Кисус Пушкас. Этот пушистый выглядит, как профессиональный стражник старинных зданий. Ни одна еда не сможет проникнуть незамеченной. Смерть абсолютно, никак, совершенно не является уважительной причиной, чтобы не кормить кота. А можно колбасы в долг? Сейчас денег нет, но мы совсем скоро эволюционируем, и я все занесу. Пять наглядных причин не тискать кота, когда ему этого не хочется. Специальная многоуровневая межпространственная кошачья этажерка. Чтобы коту не приходилось утруждаться и карабкаться наверх, чтобы посмотреть, не положили ли ему там еды. Да мы уже почти совсем эволюционировали. Вот с минуты на минуту банк свой кошачий откроем. Дайте еще буквально пару кусков мяса в долг. Пожалуйста. Личинка кота и пушинка кота. Как-то он подозрительно спокоен после ванной. Видимо, представляет в красках, как будет мстить за это водное страдание хозяевам. Котикс, видимо, пытается закосить под дурачка, чтобы хозяева не раскусили, что он смог составить план открыть холодильник и утащить курицу, не оставив никаких следов. Кошка любит мясо, но как ей объяснить, что красная арбузная мякоть – это просто ягода? Удивительные существа, которые могут за многие километры разглядеть, как хозяин возвращается домой с чем-то вкусненьким. Кот с детства стоит на двух ногах и выглядит при этом каждый раз так, будто идет куда-то разбираться с несправедливостью. Надпись «Шипящая будка». Видимо, туда надо периодически закидывать рыбу, чтобы хотя бы ненадолго остановить это шипение. О-хо-хо-хо, здравствуйте! Не заколдовывайте нас, пожалуйста! Мы всего лишь люди, которые по глупости своей мало с вами играли. Этот котик так и напрашивается, чтобы стать мочалкой. Хотел бы я посмотреть, с какой скоростью он оттуда телепортируется, когда включат душ. Спишь себе спокойно третьи сутки подряд, никого не трогаешь. И тут приходят эти двуногие и чего-то от тебя хотят. Не важно, насколько удобно коту лежать, важен сам факт лежания. Так коты заряжаются для ночных погромов. Ох уж эти котячьи режиссеры постоянно снимают свои ремейки, лишь бы денег заработать. Хотя их можно понять, им еще расплачиваться с долгами за колбасу в киосках. Но че ты? Че смотришь? Ты че? Ладно, котик, понял, понял. Поем в другой день. Инновации, которые должны были существовать со времен изобретения котов. Сколько бы проектов было тогда сдано вовремя. Для такой милой пушистой спины у него какой-то слишком грозный профиль. Может это из-за многих лет тисканья? Такое не каждый выдержит. Хватит применять магию и оживлять мультяшных котов. Хотя нет. Продолжайте. Очень редкий котячий паук. Тоже ловит мух. Днем спит. Думает не тем местом, которым надо бы. Кота-фей взывает к своим богам, чтобы урожай вискоса в этом месяце утроился. Это удивительная способность котов телепортироваться еще до того момента, как то, что они уронили, коснется поверхности. Когда вместо мышей весь год охотился на собак. Очень мило сидит, греет ноги у камина. Еще бы плед и бокал валерьянки. И совсем была бы кошачья идиллия. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Уберите руки. А не то я... А не то я... Не то я вам всю квартиру залиняю. Коту побрили лапы перед операцией. Жаль, он не может оценить степень заботы и думает, что это очередная шутка людей. Зато меньше работы, когда надо вылизать шерсть. Нельзя слишком резко звать кота. Всегда надо начинать с шепота, чтобы он не сразу понял, что зовут именно его. Иначе будете менять двери каждый месяц. Видимо, на этого котика уже очень давно никто случайно не наступал. И он соскучился по многочасовым извинениям. Раз этот пушистый аж подключился к зарядке, значит его хозяев ждет очень неспокойная ночь. Чтобы понять, откуда берется молоко, нужно думать как молоко. Нужно стать молоком. Надписи на табличках. Пожалуйста, не трогайте. Я дикий кот. Я опасен. И я сибирский кот по кличке Гермес. Мне 8 лет. Пожалуйста, зовите меня, сэр. Спасибо. Как будто с таким видом надо было уточнять эти правила. Ага. Когда привел своих иностранных друзей на тусовку, и они ни в какую не догоняют. Что тут происходит? Кот всего лишь вовремя выглянул в окно и случайно создал в городе новую религию. Хотя она и так всегда была. Парень осознал, как сильно заблуждался, когда думал, что ребенок будет всегда на первом месте в его жизни. Друзья, спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, насколько по шкале от одного до миллиона вы любите своего пушистого котовского. И смотрите следующий ролик. Субтитры сделал DimaTorzok